Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Выступление президента Армена Кабрамяна по поводу пятой годовщины ратификации Северского мирного договора с Западной Арменией. Сегодня день освобождения Марта Керта. В кормиршу Ка появится инженерная лаборатория Армат. Проблема армянских анклавов. Купленные вон голоса не решили проблем Алиева, и его победа зависит от решения Армении. Будет изменено название исторического порта Сара. Армянский дудук упоминается в музыкальных учебниках японских школ. Президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян выступил с посланием по случаю пятой годовщины ратификации Западной Армении и Северского мирного договора. В своем обращении президент Абрамян особо остановился на ситуации, которая предшествовала ратификации пакта. Затем он упомянул последствия, которые возникают в нашем регионе из-за Северского договора. И в этом контексте разговора о недавно усилившейся демаркации. 28 лет назад в этот день был освобожден Мартакердский район Арцаха. После военной операции в Карвачаре, когда Лачинкель-Баджарская группировка вооруженных сил Азербайджана потерпела поражение, командование армии обороны начало прорабатывать и готовиться к военной операции по освобождению Мартакерда. Во второй половине июля, успешно выполнив боевые задачи, армянские войска освободили несколько высот и тактически важных участков. Арцахские военные части, действовавшие в юго-восточной части Мартакерда, нанеся значительный урон противнику, перешли дорогу Ак на Мартакерд в направлении сел Храморт-Папровент. 27 июня части армии обороны вошли в Мартакерд и, освободив город, 28 июня приступили к охране господствующих высот и основных дорог, ведущих к освобождению прилегающих населенных пунктов. В связи с этим, сегодня, 28 июня, глава администрации Мартакердского района Айк Бахшиян направил поздравительное послание, отметив, что, живя и созидая в своем родном городе, они вместе продолжат развивать Мартакерд. В Кармиршука появится инженерная лаборатория «Армат». Об этом Арцахпресс сообщила специалист по связям с общественностью Союза предприятий передовых технологий Анна Даниэлян. «Мы стремимся сделать инженерное образование доступным для детей с сел Арцаха. Мы убеждены, что родину нельзя защищать только оружием. Мы считаем открытие инженерной лаборатории «Армат» в Кармиршука кровью и жизнью наших братьев логическим продолжением священного дела». «Для этого за два дня было собрано 11 928 долларов. Мы рассчитываем на поддержку всех наших друзей в этой работе», – сказала Даниэлян. Она уточнила, что инженерная лаборатория будет создана по инициативе добровольцев батальона «Искусство выживания». С Союзом предприятий передовых технологий в память о 157 бойцах, погибших в батальоне ВОМА. Открытие состоится 4 июля в 12.00. Последствия передачи Азербайджану приграничного села Тигранашен в Армении будут тяжёлыми для каждого армянина. В целом, для боящихся за восстановление нарушенных прав Западной Армении. Есть дорога из села Тигранашен в Айот-Зор, Сюник, Мехри, Ереван, Арцах. Если будет принято решение о передаче врагу 800 гектаров территории, то мы не сможем пройти по этому межгосударственному маршруту. Или Азербайджану потребуется въездная виза. Отправляющиеся в Джермук на отдых должны пройти под российским флагом с разрешения россиян. Также будет под контролем процесс перевозки оружия и боеприпасов. То есть весь в Айот-Зор, Сюник, Арцах останутся без оружия. То есть беззащитными. По этому поводу мы должны исследовать все анклавы на территории Республики Армения. Напомним, что когда Западная Армения имела свои права и чёткие границы, Азербайджана как государство не существовало ни на карте, ни в каком-либо уголке мира. И сегодня в этой неспокойной ситуации одним из самых важных шагов по обузданию его волчьего аппетита к захвату нескольких частей Армении является напоминание Азербайджану об истинных правах Западной Армении. Верный путь вернуть все анклавы их законному владельцу Западной Армении, права которой были установлены ещё в 1920 году Северским мирным договором. Во время войны некоторые государства-члены Совета Безопасности ООН выдвинули инициативу, которая была направлена против нас и могла оказать на нас серьёзное негативное влияние. Проармянские круги и страны пытались принять против нас резолюцию, не отражающую реальности. Кто нас защищал? Члены движения неприсоединения, представленные в Совете Безопасности ООН. Они поддержали нас, и мы им благодарны. Это слова Алиева, главы Абшарона. Это резолюция 10 октября 2020 года, инициированная сопредседателем Минской группы ОБСЕ, США, Франция и Россия, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и не входят в движение неприсоединения. Через несколько дней после заседания Совета Безопасности ООН тогдашний заместитель министра иностранных дел Армении Шаваршко Чарян заявил, что один из постоянных членов Совбеза наложил вето на резолюцию, которая может положить конец войне в Арцахе и стать началом политических переговоров. Скорее всего, речь идёт о Китае, которая является членом-наблюдателем от движения неприсоединения. Другие страны также помогают Азербайджану. Например, Беларусь, которая является единственным европейским членом движения неприсоединения. Много раз помогала Азербайджану на различных международных аренах. Баку помог некоторым странам, которые впоследствии за него проголосовали. Баку открыто вёл икорную дипломатию, в связи с чем были приняты антиармянские резолюции в международных инстанциях в Совете Европы. «Армения должна принять новую реальность и начать переговоры о границе с Азербайджаном», – сказал Алиев. По сути, ни купленные вон голоса, ни война с террором не решили проблем Алиева. И его победа снова зависит от решения Армении. 11 новых холмов были обнаружены в окрестностях исторического культурного сооружения Порт-Асар в провинцию Урфа Западной Армении. Об этом сообщил министр культуры и туризма Махмед Нури Эрсой. У нас есть ещё 11 холмов в радиусе 100 километров от Порт-Асара, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробности мы представим впервые с места, назовём его «12 холмов». Отныне исторический Порт-Асар, турецкий Гопек-Литепе, будет называться «12 холмов». На 12 холмах предстоит много работы. И после завершения мы представим памятники публике в сентябре. 28 июня посол Республики Армения в Японии Ареку Ван Исян принял японского дудукиста Ясутаку Таруми, продвигающего армянскую музыку в Японии. Как сообщает Армен Пресс, посольство Армении в Японии сообщило, что посол поблагодарил Таруми за распространение в Японии армянской музыки и дудука. Дальнейшее укрепление связи с представителями этой сферы в Армении пройдёт различными совместными программами. Таруми сообщил, что с 2021 по 22 учебные года в учебниках музыки государственных школ Японии есть упоминания армянского дудука. На встрече также обсуждались перспективы сотрудничества с посольством. Далее для вас ансамбль Маратук, битлисей Пашарума. ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА